И снова здравствуйте! Что есть травма? Как-то не странно, но в радиационных источниках, вплоть до граната, такого понятия нет. Оно появилось в 20-х годах в большой медицинской энциклопедии Симашко. Если говорить проще, то травма это механическое, или термическое, или электрическое, или радиационное повреждение ткани организма. Сегодня мой собеседник, нейрохирург, заведующий отделением травматологии ЦГБ Сергей Борисович Добрянин. А скажите мне, почему вы стали нейрохирургом? Здравствуйте! Во время учебы в институте были очень хорошие учителя, которые преподавали нервные болезни, нейрохирурги. Это Нестеров Лев Николаевич, профессор, потрясающий человек, великолепный нейрохирург Галина Петровна Сущева, профессор кафедры, который вела у нас занятия, Алексеев Геннадий Николаевич, он сейчас заведует отделением областной больницы, Сосовый Владимир Алексеевич. Ну, масса людей, которые тогда были сконцентрированы на кафедре, которые составляли ее цвет, интеллектуальный потенциал, совершенно потрясающий, не хочу быть неверно понятым, но яркие люди, яркие личности, во многом отличавшиеся, допустим, общих хирургических кафедрах. Увлекли они вас? Возник интерес, да, но, естественно, когда интересуешься, занимаешься, чем больше в какое-то дело вкладываешь, тем оно становится дороже. Но в неврологию вы не пошли? В неврологию это все-таки специальность смежная, близкая, но смежная, там есть своя специфика. Ну, да. Своя специфика. И первый вопрос, как распределяются эти травмы в вашей практике? В 60-70% это бытовые и уличные травмы. Остальные травмы относятся к криминальной, дорожно-транспортной и производственной. Превалирует бытовая и уличная травма. Наступила зима, а вместе с ней лед на новоулицах, соответственно, увеличивается падение, причем достаточно серьезное, перелобы, вывихи, растяжения и даже порывы связок мышц. Что делать, если человек поскользнулся и упал? Вызвать скорую, отряхнуться и идти дальше? Что делать при ушибах? Как определить, насколько это серьезно или нет? Как отличить переломы, порывы связок мышц или растяжения? Во-первых, хотелось бы пожелать жителям города, чтобы с ними ничего такого не случалось. Что же касается тактики, она зависит от самочувствия. Если состояние человека после падения вполне удовлетворительное, ничто его не беспокоит, разумеется, никакой специализированной помощи он не нуждается. Секунду, секунду. Вот тут я хотел бы уточнить. Значит, бывает, что человек упал, в горячах пошел и пошел, а худо стало потом. То есть мы это тоже учитывать должны. Если говорить о скелетной травме, они проявляются сразу же. Сразу же. То есть если вот встал и пошел, это более-менее ничего. Да, стало быть, костных повреждений нет. Что касается диагностики растяжения, ушибов или переломов, здесь лучше обратиться к врачу, потому что зачастую дифференцировать костные повреждения и травму только мягких тканей можно только с помощью дополнительных методик исследований, например, рентгенографии. Тактика введения при этом различна, поэтому лучше все-таки обратиться к медикам. Но здесь при травмах существует понятие золотого получаса, когда доставить больного надо в течение получаса, дальше уже хуже будет. Для травм это работает? Это понятие золотого часа, оно было введено для тяжелых травм и политравмы, то есть травмы, в которой пострадало несколько систем. То есть серьезные такие? Да, для более тяжелые травмы. Для них же выводилось понятие damage control, контроль повреждений, то есть поэтапность лечения уже чисто медицинской понятия. Вот при легкой травме, разумеется, чем раньше человек обратится с ней, тем будет лучше. Но панику-то, наверное, надо прислушаться к себе. Есть какие-то признаки, когда порыв связок или мышц? Но перелом, он более-менее понятен. Дело в чем, переломы бывают тоже разные. Тоже разные. Поэтому основные симптомы, они достаточно похожи. То есть это боль в месте травмы, болезненность при ее ощупывании, возможно, деформация конечностей, отек конечностей, наличие внешних каких-то повреждений в виде кровоподтеков. Разумеется, чем тяжелее травма, тем выраженнее эти повреждения. То есть организм подскажет? Разумеется. А вот, ну вот так, я заводил часы и спрыгнул с дивана, с дивана заводил. Появилась острая боль в мышце, и в общем-то я достаточно долго страдал. Вообще вот при растяжениях, на какой срок должны, к чему должны готовиться больные, настраиваться? Что у них завтра все пройдет или это более длительный срок? При любой травме основное, что нужно сделать, это обезболить, остановить кровотечение, если оно есть, и создать покой поврежденной конечности, то есть осуществить ее иммобилизацию, чтобы она была неподвижной. Холод можно при ушибах. Поэтому, что касается сроков, ну это при простом ушибе 7-10 дней, до более длительного лечения при разрывах связок, тем более, не дай бог, переломах. Любой патологический процесс имеет свою стадийность, поэтому перескочить эти стадии, если патологический процесс запущен, их нельзя. Поэтому существуют достаточно фиксированные сроки при различных видах переломов. Однажды я был в ЦГБ у вас, ну по своим делам, и мимо меня проехала, провезли коляску. На этой коляске лежал молодой человек, лежал на животе, а в спине у него торчал нож. Это тоже травма, можно ее назвать криминальной травмой? Если он не сам на него упал, конечно можно. Ну, наверное, он не сам на него упал, потому что четко так. Вообще, часто бывают у вас именно криминальные травмы? Сказать, что они ежедневно, пожалуй, что все-таки нет, если говорить именно о тяжелых травмах, которые отправляют людей на больничную койку. Тем не менее, число их остается достаточно стабильным, особенно черепно-мозговых травм. Они превалируют в структуре криминальных травм. Это драки? Да. Ударили, он упал и... Совершенно верно. Различные виды насильственного воздействия. Ну, у нас, конечно, не город-миллионник, но приблизительно сколько человек у вас в год проходит с криминальной травмой? Скажем так, речь идет на десятки человек. Да. А вот падение ушибы, это какой возраст? Это молодые, ну, пожилые, понятно. А молодые? К сожалению, от этого никто не застрахован. Поэтому, если в пожилом возрасте человек чаще проявляет осторожность, будучи умудренным опытом жизненным, то молодые достаточно часто тоже страдают от этих видов травм. Отдельный вид травмы составляет падение с высоты, как правило, это молодые люди. Кототравмы, это удел молодых людей. А с высоты это откуда? С этажей, к примеру. Там, наверное, есть балконы, окна. Есть, есть, есть. К несчастью, хотелось бы обратить внимание на то, что не уменьшается, несмотря на все, скажем так, действия государства, количество травм в опьянении, когда человек пьян море по коленам, или находится под воздействием других веществ. Отсюда какая-то травма, то есть это падение с этажей в пьяном виде, это незавершенные суицидальные попытки, как правило, опять же, под воздействием различных химических веществ. Отсюда какая-то травма. Ну, отдельно бывает при выполнении каких-либо работ, особенно в летнее время, когда начинается дачная работа. На крыше там? Да, крыши, деревья. Но это уже не суицид и не опьянение? Это нет, но их и меньше. А если мы заговорили о суициде, ну, что, какие страшные вещи случаются с молодыми людьми, что им надоедает жизнь? Да вы знаете, собличность сталкивается с такими людьми, когда они находятся в крайне тяжелом состоянии, поэтому они не комментируют, что их заставило совершить тот или иной поступок. В том случае, если удается их вернуть к жизни, они не распространяются об этом, во-первых, а во-вторых, здесь просыпается любовь к жизни. Мне приходилось столкнуться с суицидом молодого человека, но он был, у него была проблема, у него было что-то с челюстью, и челюсть была на резинках, и, в общем-то, естественно, он сам был молодой, и девушки его избегали. Он покончил с собой. Ну, это грустно. Давайте попробуем поговорить, ну, наверное, самые тяжелые травмы, это все-таки травмы при ДТП. Существует федеральная программа по ДТП, и, насколько я знаю, вы ее возглавляете. Что это за программа? Какова цель ее? Смысл федеральной программы улучшения медицинской помощи пострадавшим с тяжелой травмой и травмой в ДТП направлено на то, чтобы они своевременно и в полном объеме получили помощь при тяжелой травме, сочетанной травме, которая включает в себя, в первую очередь, черепно-мозговую травму, скелетную травму, травму внутренних органов, то есть органов грудной клетки, органов брюшной полости. Для того, чтобы оказывать помощь таким больным, необходим многопрофильный стационар, потому что лечение их требует привлечения достаточно большого числа специалистов, требует хорошей диагностической базы, отделения треанимации для наиболее тяжелых больных, поэтому есть смысл их концентрировать в крупных лечебных учреждениях, тем более, что кадровый дефицит, который касается практически всех, он на периферии крайне силен, и многие больницы, в которых раньше, может быть, и можно было оказывать сколько-нибудь адекватную медицинскую помощь, просто не могут себе позволить должного количества специалистов, различного прочего. Но Сызрин может себе это позволить? Мы работаем в этой программе, хотя говорить о том, что у нас избыток кадров, или даже их достаток. Ну, насчет кадров, я прекрасно знаю, что, скажем так, до 40% штат укомплектован. Я могу сказать, что в 83-м году у нас было намного больше врачей и медсестер, а вот нынешние 38-40% это с учетом работающих пенсионеров. Если пенсионеров уволить сегодня, то завтра вообще некому будет лечить. Увы, это наша действительность. Вот скажите мне, я про ДТП опять. Но сначала немного статистики. Я возьму статистику за 2010-й год. Я хочу дать статистику по России и по Германии. Они достаточно интересны. Ну и возьмем Самарскую область. Итак, в России в 2010-м году произошло около 200 тысяч ДТП. Ну, 200 тысяч. Ладно. В Германии, население которой примерно в два раза меньше, чем в России, произошло 2 миллиона 300 тысяч ДТП. Ну, в Самарской области 4256. То есть, вот колоссальная разница. Ну, я могу предположить, что в Германии любое, даже самое мелкое ДТП фиксируется. Но интересно, что в России погибло ДТП в 2010-м году 26 с половиной тысяч человек. А в Германии, как вы думаете, я сказал, что там два миллиона с лишним. А в Германии против наших 26 с половиной тысяч погибло всего лишь 4160 человек. То есть, вот такой разбег. В Самарской области погибло чуть больше полутысячи человек. А вот ранения различной тяжести в России получили 250 с лишним человек. А в Германии, которую в два раза меньше нашей, почти 400. это при тех миллионах ДТП. В Самарской области пять с половиной тысяч. Ну, вообще, мы предполагаем поговорить подробнее об этом с сотрудниками ГАИ. Но, можно сказать, по всей вероятности, наши ДТП они более более плачевные. Уж бить так бить. А там и трава не расти. Вас, как вот у нас в Сызрани со статистикой по раненым? Мы имеем дело, естественно, с теми, кто остался жив при ДТП. Могу сказать, что с учетом реализации различных программ пропагандистских, организационных, повышения страфов, ужесточения мер ответственности за езду в нетрезвом виде. Все-таки наблюдается положительная динамика по количеству поступивших больных. Тем не менее, если раньше более 250-300 человек поступало, я имею в виду в стационар, я не беру легкие травмы, да, я не беру легкие амбулаторные травмы, не считаю детей, пострадавших в ДТП с легкими же травмами, которые лечатся в другой больнице. То сейчас по этому году я полагаю, что суммарное количество пострадавших в ДТП, которые были госпитализированы и прошли лечение, не превысит 180-200 человек. Ну, я не знаю, наверное, вот новые драконовские штрафы за езду в состояние опьянения еще не дали на большой практике статистики, но вы как считаете, это поможет? Ограничить как тут езду в пьяном виде? Главное не размер наказания, главная неотвратимость, если пьяного водителя успеют из потока вынуть до того, как он совершит правонарушение, в этом случае будет польза, если после, то уже не вижу смысла. Значит, мы с вами, у вас есть машина? Мы с вами отмечаем какой-то мой праздник или общий праздник, выпили, вы приехали ко мне на машине, выпили, прощаемся, вы уходите, домой уезжаете, а я звоню в полицию и говорю, вот автомобиль номер такой-то, водитель не трезв, но, естественно, вас задерживают со всеми вытекающими отсюда последствиями. Так, вопрос в чем? Значит, ну, каким-то образом вы узнали о том, что я взял, проболтался гаишник. Вы узнали о моем вот гражданском долге, каково будет отношение у вас ко мне? Интересная постановка вопроса. Сволочный порядочный толкачок, да? Интересная постановка вопроса, ну, начать с того, что я в пьяном виде не езжу. Ну, например. Вот, даже гипотетически мне трудно это себе представить, в виде ежедневно, скажем так, наших горожан, которые находятся в пьяном угаре большую часть всей своей сознательной жизни, пожалуй, вряд ли я могу себе представить, чтобы я себе позволил такую счастливую жизнь. Вот. А что касается гражданского долга, ну, если отвлечься от этики и от того, что... Ну, да, вопрос человеческой определенной порядочности, резонт в этом есть. Ну, вряд ли не пошло тем. Потому что, да, но, если я не смогу вам пожать руку по той простой причине, что лет на несколько закроют, по причине того, что 5, 6, 7, 8, 10, 15 человек было угроблено по бьяни, когда, допустим, кто-то въехал в установку, там, или перевернул автобус с детьми, или просто взял пассажиров и свалился с моста, наверное, это худший вариант. Ну, все-таки вы не будете думать о том, что вы могли сделать. Как я понимаю, человек пьяный садится за рулем в твердую уверенность, что в порядке и все нормально будет. И вряд ли вы, вот, я так думаю, что подумаете, а вдруг бы вы совершили ДТП. Понимаете, какая штука, это вопрос не медицинский, это вопрос человеческой порядочности, человеческой культуры. А мы сейчас вернемся к медицине. Я могу сказать, что вот такой принцип, он существует во многих западных странах. И это не столько гражданский долг, а сколько ответственность перед человеком, с которого вместе пили. То есть, выпил, ну, возьми, вызови такси, доберись до дома. Я хочу сказать о личной ответственности людей, пострадавших в ДТП. это когда человек садится, пусть пассажиром, но в машину, где пьяный водитель. Это, ну, я неоднократно сталкивался с такими случаями, когда идет пешеход, переходит дорогу, перед близко идущим транспортом, не по зебре, и не на зеленый свет светофор. Вот у этого человека должна быть какая-то личная ответственность за то, что он делает. Вопрос весьма неожиданный и чрезвычайно своевременный. В каком плане? В плане того, что бесплатная медицина, дешевый алкоголь, бесконтрольность его употребления, возможность не работать, не будучи привлеченным за тунеядство, зачастую избавили человека от личной ответственности. Мне бы хотелось сказать, что вопрос по сути своей шире, чем вопрос о личной ответственности при ДТП. Это вопрос личной ответственности человека за свое здоровье, за здоровье тех, кто его окружает. И включает он в себя очень много аспектов. Без личной ответственности, без сознания человеком того, что его здоровье это и его тоже проблема, а не только проблема скорой помощи, которая к нему приехала, или проблема стационаров, которые его привезли, или проблема поликлиники, в которую он после завершения лечения обратился, это его зона ответственности. То есть, он должен во многом отвечать за свое сердце, за свой мозг, за свои легкие, за свою печень, почки и так далее. Потому, что ни у кого из нас нет сменного комплекта. И зачастую во всех своих бедах люди винят врачей, плохое образование, скверную пищу и так далее. Но все вокруг виноваты, кроме них самих таких замечательных и чудесных. очень часто допустим бывает ситуация, когда после длительного употребления алкоголя человек поступает в санат, спровождаемый родственником, когда задаешь вопрос, почему не лечили-то? Так он же в больницу-то не идет. Я говорю, как же так не идет? Сейчас он совершенно непринужденно примчался в больницу, чтобы лечиться. Оказывается, здесь-то можно, а свое до этого 2-3 месяца совершенно верно. Был форс-мажор. Да, дело в чем? Опять же, это вопрос культуры, опять же, это вопрос пропаганды, опять же, это вопрос во многом государственной политики. Для того, чтобы любой алкоголик и наркоман это был форс-мажор, а для нас это обыденность. Сергей Борисович, мы с вами немножко заговорились, давайте наши радиослушатели узнают про новости. У нас сегодня в студии нейрохирург, заведующий отделением травматологии ЦГБ Сергей Борисович Добрянин. Сергей Борисович, и вот я хотел в плане личной ответственности задать вам такой вопрос. Бывают агрессивные больные? Какие меры принимаете? Милицию вызываете? В крайних случаях ситуация осложняется тем, что больной человек с повреждениями нуждается в оказании помощи, независимо от того, как он себя ведет. Поэтому изолировать его от общества не получится в любом случае. Стараемся выходить из ситуации. хотя бы я не знаю там смирительную рубашку одеть, руки связать, наручники одеть. Вообще для меня это дикость. Поднять на врача руку, хотя мне рассказывали, скорой помощи нередки такие случаи, когда выезжает бригада, а пострадавший начинает драться. Такое в приемном покое достаточно нечасто можно увидеть, к сожалению. В юридическом плане практически мы не особенно защищены. Поэтому отказать в помощи пациенту мы тоже не имеем права, если имеются показания для его госпитализации, если имеются повреждения. В каких-то специализированных палат или специализированном отделении особо режимного у нас вполне возможен случай, когда рядом лежат пострадавший пьяный и пострадавший врач трезвый. Это периодически возможно. Это нормально? такого не будет. Будем надеяться. Хотя периодически в средствах массовой информации проскальзывают, что осуществлено нападение на врача, пациента. Ну, это не только телевизор. Это у нас такие случаи были. Ну, как-то. А вот они, когда протрезвеют, они что говорят, что ничего не помню? Человек, который в состоянии опьянения агрессивен, он не сегодня стал агрессивен, это его обычное состояние, поэтому каких-либо угрызений совести, или каких-то мук душевных, да, они не испытывают, движут только в страх корысть. Больше ничего. Вы нейрохирург, то есть вы работаете преимущественно с черепно-мозговым. Ну, я так вот своим редакторам, которые правят мои статьи, я говорю так, что ты можешь быть мясником и рубить топором, можешь быть хирургом и работать ножом, условно говоря, или нейрохирург, это работать уже тончайшим скальпелем или лазером. Вот какие случаи интересны были в вашей практике, которые вы помните и до сих пор и годитесь? Вы знаете, я достаточно давно работаю, поэтому сказать на каком-то отдельно взятом случае, ну, это, наверное, как спросить человека, какая у него любимая книга. Если он прочитал ее одну, она у него и будет любимой. поэтому случаев-то достаточно много было, ну, наиболее запоминаются вышедшие из тяжелого состояния молодые люди, иногда дети. как правило, это возможно при адекватно оказанной помощи и при большом желании человека самому, во-первых, выздороветь и вернуться к нормальной жизни, и при постоянной поддержке его близких. если совпадают все эти компоненты, то даже при крайне тяжелой травме у человека есть шанс. Если какой-то из них выпадает, шансы все-таки уменьшаются. Лечит не только хирургическое вмешательство, лечит не только лекарства, человек сам должен хотеть жить, и близкие, родные должны быть заинтересованы в его выздоровлении, в его восстановлении. Да, вообще о настрое человека я хотел поговорить с онкологом Андреем Александровичем Тарасовым, но мне неоднократно встречались случаи, когда человек, вот по онкологии у него была четверка, но из-за того, что так вот сложилось, он полюбил медсестричку в онкологии, и они собрались жениться, девушку все убеждали, врачи говорили, ты чего хочешь, у него четверка, хорошо, если ты будет месяц медовый, но она настаивала на своем, они поженились и живут до сих пор, хотя это было давно, но тем не менее, вот такие бывают случаи, вы рассказали о, так это заикнулись, о детском травматизме, насколько он актуален в Сызрине? Достаточно актуален, достаточно актуален, ежегодно, достаточно большое число, опять речь идет о десятках детей, получают травмы, и скелетные травмы, и черепно-мозговые травмы, и политравмы, в счастье политравмы все-таки поменьше, особенно актуален травматизм детей до года, потому что, на мой взгляд, как правило, это связано с абсолютным, ну, или почти абсолютным невниманием родителей к своим детям, потому что, когда получают травму двух-, трех-, четырехмесячный ребенок, по которому нельзя сказать, что вот он как-то заигрался и упал с качелей, конечно, это наводит на грустные мысли, потому что исправляя демографическую ситуацию, нельзя забывать о том, что дети эти не только источник материнского капитала, но и живые существа, которые требуют к себе ответственного отношения. Это бывает чаще всего с неблагополучными семьями, или это не имеет значения? Когда привозят таких детей, трудно сказать, какая там семья, понимаете? А что с детьми случается? Падение? Те дети, что не могут еще говорить, безусловно, со слов родственников, чаще всего это падение. Ушибы? Травмы, полученные в результате падения, так сформулируем. Очень редко бывает ДТП, когда с маленьким ребенком едут в машине, попадают в ДТП, хотя такие ситуации тоже бывают. Отравление, ожоги? Мы не занимаемся этой психологией, поэтому здесь я термической травмой тоже, поэтому достоверную статистику я вам привести по этому поводу не могу. Детей всегда с ними очень сложно работать, вот мне, потому что взрослые в 99% случаев сами шли к своей травме, немало прилагая для этого усилий, то дети они страдали в результате чаще всего недосмотра на взрослых. вот, вот, и особенно когда тяжелая травма, это чрезвычайно эмоционально тяжело, очень хочется, чтобы эти дети остались живы, слава богу, у нас вот по ДТП последние три года не было летальных исходов среди детей, потому что это чрезвычайно тяжело психологически, здесь надеешься на то, что они останутся живы, только уповать на лечение, на бога, потому что сколько лет вы за в белом халате, скажем, ходите? 20 лет. 20 лет? Больше 20 лет. И вот за 20 лет вы так и не научились цинизму врачей, цинизму хирургов? Есть такое понятие? Мне трудно судить. Эмоции у человека бывают всякие, разные, и говорить о том, что каждый врач любит всех своих пациентов, наверное, это не совсем верно. Могу сказать, что ни один врач не желает зла своим пациентам, как это периодически преподносится, опять же, средствами массовой информации. И каждый врач надеется на то, что его пациенты останутся живы, с его помощью, с Божьей помощью. Поймите, правильная медицина, особенно экстренная медицина, это война. Война, которая не прекращается ни на один час 365 дней в году. Я имею в виду, допустим, наше отделение, которое так и работает. 24 часа в сутки, 365 или 366 дней в году. Те, кто воевал, скажут, что не бывает атеистов в окопках под огнем. Точно так же последняя надежда. Да, надеешься на все. Поэтому цинизм это просто придуманный людьми термин. Если в запарке человек что-то сказал не так, можно отнести это к цинизму, а можно просто национальному цинизму. Ну, я не стал бы так. Я все-таки понимаю, что нельзя все время сжечь свои нервы без определенной доли такого цинизма. И рук не сможет, на мой взгляд, работать. Да, бывают случаи более тяжелые психологически, бывают менее тяжелые, но я, как и вы, смотрю телевизор. Ну, достаточно часто, можно сказать, каждый день. Почти по всем программам. Ну, я вам скажу, поверьте мне, практически по всем каналам рассказывают о врачах-убийцах, врачах-взяточниках, врачах вообще таких уродов каких-то. Я, честно говоря, вот человек больной приходит к врачу, он должен быть уверен, что он пришел к человеку, который ему поможет. Но, если придя к вам, у меня в голове будут кадры из телевидения, про каких-то уродов, которых очень мало, с каким настроением я приду к вам лечиться. Вообще, вот понимаете, почему? Я не понимаю, почему такой жесткий накат на медицину и так. Государство платит, тратит очень малые деньги на медицину. Мы в 10 раз меньше тратим на одного больного, чем как-нибудь Дания или другие европейские страны. И ко всему этому еще идет такая ярая пропаганда против врачей. Работая в таких условиях перед вами вообще-то надо шляпу снимать. Понимаете что-нибудь? Нет? Почему так? Почему? Это уже вопрос конспирологии, к теориям заговора. По поводу вложений в медицину. Сейчас с учетом модернизации, с учетом того, что определенное время все-таки вкладывались средства в оснащение лечебных учреждений, в ремонты, то есть условия для пребывания больных в стационарах, условия для проведения обследования все-таки стали намного лучше. Тем не менее, о престиже медицинской профессии лучше всего говорит кадровая укомплектованность. Нет особенного желания у людей идти особенно в неотложную медицину, особенно в неотложную медицину, потому что когда манипулируют цифрами врачебных зарплат, здесь есть определенные доли лукавства, безусловно стоимость часа остается крайне низкой. То, что врач получает конечно не 5, не 7 тысяч рублей, а побольше, ставка 5, 6, 4, 5, 6 тысяч рублей, да, совершенно верно. Тем не менее, суммарно конечно врач получает больше, но это... За счет чего говорить и больше получает? За счет того, что 9, 10, 12 дежурств, когда его не видят дома, это ненормально. За счет возможного совмещения, то есть, когда говорят о врачебном заработке, здесь уместнее говорить о стоимости часа, стоимости часа критически низкой, крайне низкой, скажем так. Поэтому никто не хочет, когда говорят, что никто не мешает врачу подрабатывать там, но это напоминает старый анекдот про то, как портной мечтает, если бы я был царем, я бы жил как царь, даже лучше, чем царь. Как можно жить лучше, чем царь? Я бы еще подшивал. То есть, никто же не предлагает министру обороны по совместительству поработать командиром дивизии или начальником штаба армии. Или водителем танка. Да, командиру допустим армейской роты никто не предлагает заодно механикам-водителям там подежурить в парке и так далее. Поэтому невоюющий лейтенант получает определенную сумму денег, воюющий каждый день в приемном покое и в операционный хирург получает в 10 раз меньшую сумму. это вопросы государственной политики. А экстренная медицина, она в плане вот врачи-взяточников и так далее. Чаще всего поступают больные, помощь которым нужно оказать вот как вы говорили золотой час, то есть в ближайшие часы, в ближайшие часы. Без относительно того, есть у них какие-то средства, нет у них каких-то средств, то есть говорить о том, что врач ждет, когда ему принесут деньги, там день, другой, третий, а потом решает больного прооперировать, ну это бред, это бред. Если ты не прооперировал больного, если есть показания в ближайшие 2-4 часа, 6 при определенных раскладах, это плохой результат. Но если вы заговорили о врачах-взяточниках, которых, судя по СМИ, у нас даже не через одного, а все подряд, то у меня всегда возникает вопрос, мне хочется спросить у этих товарищей, ну а почему не идут в медицину-то? Иди себе спокойно и получай, однако не идет. И последний вопрос, в Самару часто приходится возить больных? Бывают такие случаи, когда не хватает силенок? Периодически мы отправляем больных в Самару, просто существуют ситуации, когда на нашем уровне диагностируются определенные виды патологии, которые требуют оказания либо высокотехнологичных видов медицинской помощи, в том числе и онкологической, и травматологической. В этом случае мы находимся в контакте, сотрудничаем в первую очередь с областной больницей имени Калинина и с Самарским областным онкодиспансером. А в Москву не приходилось? Только москвичей приезжих. Сергей Борисович, скажите мне вот что, вот я задавал вам очень много вопросов, а какой вопрос вы хотели бы, чтобы я задал вам? Вот по вашей медицинской жизни врачебной. Во многих знаниях многое печаль, кто умножает познание, тот умножается в коре. Пожалуй, здесь чем меньше люди интересуются медициной, тем лучше для них, потому что как сейчас идет ажиотаж вокруг конца света, который людей с неустойчивой психикой может повергнуть в депрессию, точно так же, как неизбыток неспециализированных медицинских знаний, зачастую почерпнутых из разговоров или из прессы, может человек вывести на неверную дорогу. Вы хотите сказать, что топор в одних руках строит, а в других руках убивает? Можно и так сформулировать. Ну, а насчет 21 декабря, вообще меня, честно говоря, радует, что в Сызрани, ну, вот по магазинам приходится ходить. Я, к счастью, не вижу ажиотажа. То есть, народ достаточно трезво смотрит на это и не закупает там консервы, каши и прочее, прочее. Ну, мне трудно задать вопрос, потому что я однозначно думаю, что вы не готовите бункер, не строите, не готовитесь к концу света. И все-таки, как вот вы относитесь, почему это, конечно, ну, только в какой-то степени ваша профессия, так как вы имеете дело с мозгами человеческими, почему вот такой ажиотаж? Я, кстати, еще одну вещь скажу по этой теме. Значит, вот у нас, я попробовал в интернете, на немецкоязычном интернете набрать слово по-немецки слово конец света 2012. Выскочило около 50 тысяч страниц. И в основном все страницы были такие нейтральные и называлось это мифом. Почему в России миллионы страниц? Почему в России все говорят, когда встречаются, говорят о конце света? и почему никто не хочет со мной заключить пари? Я предлагаю человеку, могу вам предложить, значит, если конец света будет, я вам плачу 100 тысяч рублей, конечно, долларов нет. Если конца света не будет, вы мне платите 10 тысяч. Льготные условия. Но, к счастью, никто не соглашается. И все, почему такой ажиотаж? Ведь много было концов света в истории человечества. Для нас, с учетом нашей специфики, экстренной медицины, конец света скорее категории количественной, просто больше будет народу, нежели чем качественной, потому что и так будни приемного покоя, неотложные клиники напоминают конец света в несколько уменьшенных масштабах. Что касается по поводу пари, кому нужны будут сто тысяч, если конец света, здесь не проведешь народ. По поводу ажиотажа, мне сложно судить, скорее всего, это с, как говорится, имею дело с мозгом, как раз скорее не свидетельствует о наличии мозга, а вот свидетельствует о том, что его место занято каким-то межушным нервным ганглием упрощенным, поэтому такой вот ажиотаж. Опять же, людям зачастую может быть не хочется думать о своих проблемах, им хочется думать о чем-нибудь абстрактном, сказочном. Да, каждый же знает немножечко, как в страшном кино, что ты как в страшном сне, да, я все равно проснусь, так и здесь. Ну, это, я телевизор практически не смотрю, в плане информации мне хватает интернета, в плане профессиональной, это уже совершенно другая литература и совершенно другое все. Поэтому я, честно говоря, на себе никак не чувствую при движении концерта. Сергей Борисович, было очень интересно с вами разговаривать, я хотел бы сказать вам огромное спасибо за ваш не всегда благодарный труд. Почему не благодарны, понимаете. У вас самая замечательная профессия, самая душевная, вообще я скажу, что до революции профессия врача была очень высокооплачиваемой. Я благодарю вас от имени всех радиослушателей за вашу работу, за то, что вы делаете. Именно спасаете самых страждущих, у которых у вас и для спасения которых нет ни секунды лишнего времени. Я хотел вам пожелать здоровья и удачи. Наверное, для врача нужна удача, потому что все это выздоровление